Всем привет! Под прошлым топом большинство лайков набрал комментарий, где человек предлагал сделать следующий топ на тему военных симуляторов. На пятом месте разместилось сразу две игры. Многие могут сказать, что это вовсе не симуляторы, но отчасти все же они симулируют боевые действия и военные конфликты в том числе. Поэтому пятую строчку у нас занимает компания Wargaming со своими танками, кораблями и самолетами, а также их вечные конкуренты, игра под названием War Thunder, где все эти корабли, танки и самолеты могут быть сразу задействованы в одном бою. Говорить о какой-то симуляции или реализме в этих играх, наверное, не совсем верно, но и упомянуть о них тоже было нужно, потому как сами разработчики позиционируют эти игры именно как симуляторы. Ну а с четвертого места пошли уже действительно симуляторы, и на четвертом месте у нас True Combat Elite. Это бесплатная модификация сетевого шутера от первого лица Wolfenstein Enemy Territory. Игра является быстро изменяемым современным симулятором, в котором игроки разделяются на две команды и, используя современное вооружение, уничтожают друг друга. Ничего вам это не напоминает? Мне напоминает это как минимум Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield и прочие игры этого плана. Интересно, чем же она тогда отличается? По большой части отличий здесь в принципе минимум. Здесь также есть террористы, спецназ, также есть режимы, где есть бомба, которую нужно отбезвредить, есть также три класса, нападающий, разведчик и снайпер. По сути, эта игра собрала в себе, наверное, все лучшее из других представленных шутеров. Но все же из-за присутствующего реализма и общей сложности игры, ее можно отнести к военным симуляторам. Тем более, что здесь нет никаких выдуманных оружий, межгалактических сражений и прочей билиберды. Третье место и Operation Flashpoint. Основной особенностью геймплея игры является принципиально новый на тот момент подход к симуляции боевых действий. Большое количество различной военной техники, огромные открытые пространства в качестве игровой локации и, как следствие, максимальное внимание к реализму происходящего. Operation Flashpoint получила много положительных отзывов среди критиков, которые отметили ее реализм и достоверность описанных событий. За счет открытой архитектуры игра долгое время пользовалась популярностью среди фанатов, которыми было создано большое количество дополнительных миссий и модификаций. Второе место и Arma 3. В принципе, сюда можно отнести всю серию игр Arma. Также можно было бы и Operation Flashpoint отнести на второе место, потому что у них один разработчик и, в принципе, они очень схожи. Там можно множество километров ехать на БТРе, довольно реалистичные ранения и прочие радости жизни для любителей симуляторов подобного рода. Также в игре можно нырять в воду, чтобы проникнуть тайно на базу врага. Под водой также можно устраивать и перестрелки. И пули ведут себя тоже очень реалистично, летя в противника как будто в режиме замедленного действия. Также в третьей части появилась возможность удаленно управлять дронами-беспилотниками, чтобы, например, отлететь на несколько километров от своей позиции, включить тепловизор и раскрыть местополождение вражеского минометного расчета. Но в какой игре еще такое можно провернуть? Поэтому эта игра заслуженно стоит на своем втором месте. Ну а теперь мы плавно... Да нет, не плавно, теперь мы стремительно переходим к первому месту. И заслуженное первое место. America's Army. America's Army это не просто игра, это серия компьютерных симуляторов, разработанных... Вы только вдумайтесь, армией США, самой армией. Никаких-то разработчиков они нанимают, а сами там как-то сидят и разрабатывают игры. Возможно, у них целый штат сотрудников под это заточен, кто его знает. Известно, что первая версия для ПК, имевшая под заголовок Recon, была выпущена 4 июля 2002 года. А с тех пор было выпущено более 26 новых версий. Последняя из которых America's Army 3. Все версии основаны на движке Unreal Engine и используют панк-бастер для предотвращения читерства. Игра полностью финансируется правительством США. И распространяется, кстати, на бесплатной основе. Поэтому вы можете зайти на сайт, скачать игру и почувствовать себя настоящим американским солдатом. Ну а можно представить себя русским солдатом, зайти туда и надрать им всем задницу. Ну в общем, на этом все. Спасибо за внимание, всем пока. И не забудьте присылать свои темы для топов в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok